Сидни Люмит, Филадельфия, 9 апреля 2011 года, Нью-Йорк, один из самых плодовитых и выдающихся голливудских режиссеров послевоенного времени, в течение полувека снимавший в среднем более одного фильма в год, также выступал как продюсер, сценарист и актер. Вершиной его режиссерского мастерства считаются работы, вышедшие в 1970-х годах, в основном «Собачий полдень» и «Телесеть». К числу самых успешных его фильмов у критиков и публики также относятся первые «12 разгневанных мужчин» и «Последние игры дьявола», выпущенные через несколько лет после получения почетного Оскара за вклад в киноискусство, автор мемуаров, снимая фильмы. Биография. Родился 25 июня 1924 года в Филадельфии в семье актеров еврейской сцены из Польши, эмигрировавших в Америку за год до его рождения Умит, 1898, Варшава, 1992, мать Юджиния Гейтель-Вермус, 1898, дебютировал как актер на радио WLTH в мыльной опере «Детушка из Браунсвилля», в возрасте 4 лет с отцом и старшей сестрой Фейгой. В театре, в 5 лет, будучи подростком, играл с родителями в еврейском художественном театре на Идиши на 2-й авеню и на Бродви в Нью-Йорке. Рано остался без матери. В 1935 году, в 11-летнем возрасте, снялся в короткометражной ленте Генри Лина «Папиросен», спродюсированный композитором Германом Яблоковым, где прозвучала его знаменитая песня «Папиросен». 15 лет вместе с отцом впервые снялся в полнометражной картине «Треть наций». Барух Люмет впоследствии снялся в двух картинах своего сына «Ростовщик» и «Группа». Окончил Колумбийский университет по классу драматической литературы во время Второй мировой войны. Служил ремонтником радара в Индии и Бирме. В 1946 году, вернувшись домой, создал актерскую группу, независимую от Бродвея и стал ее режиссером. Дебютом Сидни Люметов кино как режиссера стала судебная драма «12 разгневанных мужчин». Единственный фильм «Десятилетие в лучшей десятке» – «МДБ». Затем он перенес на киноэкран несколько успешных спектаклей, в частности из породы «Беглецов», «Чайка», «Долгий день уходит в ночь» и другие. В последствии Люмет стал режиссером еще 53 фильмов, в 6 выступил как сценарист, в 4 как актер еще в 11 сыграл самого себя, продюсировал 10 фильмов и телевизионных сериалов. Снятые им фильмы более 50 раз номинировались на премию «Оскар». Сидни Люмет скончался от лимфомы 9 апреля 2011 года в своей нью-йоркской квартире в возрасте 86 лет. Личная жизнь. Первый брак с актрисой Ритой Гэм окончился разводом. Впоследствии был женат на светской львице Глории Вандербильд, от брака с которой имел двух детей и на Гейл Люмет Баккли. Фильмография, режиссерские работы, сценарист, 1981, «Принц города», 1990, «Вопросы и ответы», 1997, «Ночь над Манхэттеном», 2006, «Признайте меня виновным», актерские работы, 1935, «Папиросы», 1939, «Треть нации», 2004, «Маньчжурский кандидат», награды, 1976, «Золотой глобус», 1957, «Золотой медведь» за лучший фильм берлинского, Кинофестиваля, 2005, почетный Оскар.